Жители Егиндекольского района уже три месяца без воды. В результате население села массово мигрирует. Кроме того, трудно обеспечить подачу воды в населенные пункты, удаленные от проселочной дорог. Также были подняты вопросы о качестве питьевой воды в городе Кукшетау, Баржан-Сал, Атбасарском и Целеноградском районах. Все эти проблемы обсуждены на совместном заседании Бюро полицовета областного филиала партии Аманат. По словам Акима Егиндекольского района, Ярвана Мухамедина, водопровод был проложен в 80-е годы прошлого века. Труба полностью изношена и пришла в негодное состояние. В связи с отсутствием жизнеобеспечения в районе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Для проведения системы питьевой воды в населенных пунктах необходимо 20 миллиардов тенге. Четыре этапа разрабатываются ПСД. На сегодняшний день готовый ПСД, который зашел в экспертизу, это только первый этап. Это головные, очистные. Второй этап обещают, до 28-го, до 29-го затей. Основная проблема касается Егиндекольского района. Это первые два этапа, но из них сейчас самый основной, наверное, магистраль. Третий, четвертый этап вообще не касается Егиндекольского района. Предварительная стоимость проекта была 16 миллиардов. Это общая стоимость проекта. На вчерашний день, еще даже экспертизу не заходя, уже стоимость только магистрали 13 миллиардов, голова, головные сооружения 6 миллиардов. Если еще добавить Кургажинский район, там стоимость проекта, наверное, за 20 миллиардов выйдет. В текущем году реализуются 62 проекта по обеспечению региона питьевой водой на 22,4 миллиарда тенге. В результате более 12 тысяч жителей будут обеспечены качественной водой. Заместитель руководителя в основном управления энергетики и ЖКХ Ермек Тушанов проблем не выявил. Строительство водопровода, на которое было потрачено большие средства в селе Караваткель, Целеноградского района до сих пор не завершено. По мнению ответственных лиц, это безответственность подрядчика. Подрядчик работы провел на 75%. Есть вопросы при проектировании, что не предусмотрено, как вы говорите, запорной арматуры. Сейчас заказчикам будут проводиться работы в рамках смертной стоимости. Караваткель, в принципе, уже прошел корректировку. Финансирование, там остаток остался где-то 1,2 миллиарда тенге. Проект мы планируем, сейчас заказчикам мы отрабатываем, планируем завершить. В этом году уже не завершим, но полностью завершим в 2024 году. К 2025 году 170 сел будут обеспечены питьевой водой. Среди них планируется установить централизованное водоснабжение в 65 населенных пунктах. Рахат Салеев, Салтанат Угива, Дархан Мужубаев, Кукчак, Парад.